Приветствую вас на моём канале. Меня зовут Ирина Басюк, если кто со мной не знаком. И сегодня традиционно уже много-много лет подряд я делаю видеообзор своего заказа, а также актуальные фишечки, тренды, что сейчас есть. И, конечно же, в новое время, такое непростое для всего мира, мы будем себя радовать и использовать это время во благо, в наше преображение. Согласны? Ведь у нас сейчас появилось много времени, а значит, мы можем с вами устроить реальное преображение, реально потянуть своё тело, занимаясь дома, также устроить себе спа-процедуры, устроить наконец-таки себе маска-марафон, устроить себе марафон макияжа, когда что-то делать, одновременно с нашими детишками играть, заниматься. И, конечно же, успеть войти в волну и зарабатывать, потому что сейчас это тренд, работа удалённая, работа онлайн. И мы вот, ну реально, на самом деле, сейчас работа ещё больше, потому что больше регистрации, больше новичков идёт в команду, потому что идёт сейчас доставка. И это то время, когда вы можете использовать по максимуму, зарабатывать и получать удовольствие, преображаясь. Конечно же, я хотела сразу извиниться за мой маникюр от Роши, потому что, наверное, я так же, как и все, буду скоро забивать в Google один из самых поисковых вопросов, как убрать шиллак в домашних условиях. И достану свои лаки Арифлэм, которые у меня, наверное, уже полтора года не открывались, и буду сама себе делать. Ну, не успела я сделать коррекцию. Ну, и не стала нарушать карантин, и сижу дома, и всё делаю в домашних условиях. Вместе с вами я буду листать каталог, комментировать и давать своё субъективное мнение о той продукции, которая мне нравится. Почему она нравится и ту продукцию, которую я не рекомендую. Опять же, это субъективное мнение. Я честно вам рассказываю свои впечатления. Первая страничка – это три аромата с коллекцией Joyce по привлекательной цене, всего 399 рублей. Вот так вот они выглядят. Это свежие, лёгкие, поистине весенние ароматы. В прошлом каталоге я рассказывала о Joyce Turquoise. И в этом каталоге у нас Joyce Jade. Читай, потому что не запоминаю реально. Три базовых компонента – это зелёное яблоко, орхидея и сандал. Честно говоря, мне этот аромат нравится больше, чем предыдущая версия, где идёт озёрная кувшинка, груша и мускус. Вот этот аромат мне ближе, он у меня зашёл. И это один из тех утренних ароматов, которые я наношу и поднимаю себе настроение. Я реально аромаманьяк, мне нравятся новые ароматы. И каждый аромат у меня ассоциируется с каким-то определённым временем. Сейчас этот аромат идёт и Joyce, и ещё вот такой аромат. Я о нём тоже сейчас расскажу. Мы его увидим. И в следующем каталоге он будет со скидкой. Но если вы размещали заказ на 50 баллов в двух каталогах или по 75, в общем, можно было выбрать набор 75% скидкой. Конечно же, заказала я вот этот аромат. Тут ещё и то ли крем для тела, то ли для рук. Я не помню, я его попозже открою. Это тоже аромат. У меня дневной аромат на туалетном столике. Вообще, как бы я не могу начинать работу, если я не нанесу аромат. Он дополнительно мне какой-то даёт энергию, ауру, наслаждение какое-то. Я не могу без аромата. В течение дня я наношу несколько раз ароматов. Я вообще не понимаю, что такое парфюм, когда ты один раз нанёс, и типа 8 часов. Нет. В течение дня мне хочется даже иногда носить разные ароматы. Утреннее до пробуждения мне нравится, даёт задряд энергии. Вот такое вот сейчас, потому что это не наскучил пока аромат. Потом я его дальше также закину или передарю дочери. Это вот этот. Мой самый-самый ходовой аромат – это вот этот сейчас. Куда-то либо на выход, либо так же я наношу дома. Я им ещё не наигралась. Это Амбр Эликсир. Наверное, каждый каталог я буду говорить свой топчик топ-3 ароматов, которые мне на данный момент нравятся. А вы, пожалуйста, расскажите о своём топчике топ-3, который вы сейчас используете. И следующая страничка – это 10 поводов сделать маску. И на самом деле реальная компания как будто предвидела этот кризис, то, что мы будем сидеть дома. Потому что это сейчас тренд – 10 поводов сделать маску дома. И вообще такой хэштег, как «Маска-марафон» – это мой первый хэштег, который я сделала в Инстаграм. Его не было, я его придумала. Это мне натолкнула идея, когда два года назад мы были в Токио от компании «Арифлейм». Наверняка вы слышали мою историю, где я вам рассказывала о том, как я была в Токио и скупила там траншеи просто разных масок. Начиная от обычных бюджетных, и там есть бренд «365». Это означает, что каждый день 365 дней они должны делать лёгкую увлажняющую маску. Они упакованы, я не знаю, по сколько штук, чуть ли не по 50. Это просто лёгкая увлажняющая маска. Есть, конечно, тканевые маски, которые стоят просто космических денег. Это там и 50 евро есть, и 30 евро, и 10 евро, и 8 евро. То есть, пожалуйста, на любую сумму, на любой бюджет. Но вот дальше я начала изучать азиатский уход. Такой тренд, как «Марафон» или «7 дней 7 масок», «10 дней 10 масок» – это тренд из Азии. И я первая сделала хэштег в Инстаграм «Маска Марафон» и запустила его больше года назад, полтора или года назад, когда каждый день вы делаете какую-то маску. И мы получили такие результаты. Это просто офигеть. У нас есть приложение «Скин Эксперт» от компании, когда вы делаете скрин, фото и сами колёсиком регулируете, устраиваете и определяете свой реальный возраст, как кожа у вас выглядит сейчас, и потом через 10 дней, либо через 7 дней делаете процедуру то же самое, и смотрите этим же колёсиком, регулируете, как улучшается ваша кожа. Те, кто, ну, скажем, не особо тщательно ухаживал за кожей, они просто, вот у них такие глаза, потому что они видят, что их кожа реально преобразилась от 5 до 10 лет. Они видят, что кожа стала выглядеть моложе. Для тех, как, например, у меня эта процедура, ну, реально она у меня запланированная, я через день делаю маски на протяжении уже многих лет, иногда я делаю себе как раз-таки марафоны, например, неделя масок, либо 10 дней масок, чередую их, составляю прям график, то я вижу результат по коже классно, ну, там 1-2 года, но не больше, потому что я стараюсь тщательно ухаживать за своим лицом. Помимо этого, в прошлом каталоге я вам рассказывала про бьюти-календарь и говорила, что буду продолжать вам рассказывать. То есть это каждая неделя, каждый день у вас посвящен какой-то определенной маске, вы это делаете, и вот, честно говоря, у меня кожа, она просто другая, офигенная, когда вы распределяете каждую неделю, у вас какая-то процедура, но вы должны сами ее составить. Можете спокойненько сесть и сделать свой бьюти-календарь, расписать, в какой день недели вы какую масочку делаете, либо вы запускаете себе маска-марафон и подключаетесь к нами, наверное, в инстаграме вы уже видели, либо просто зайдите на хэштег маска-марафон и увидите, как наши девочки делают свои масочки, какие-таки впечатления, какие ощущения. У меня муж делает как раз-таки коктейльчик wellness сейчас, слышите, жужжит. Это уже традиция, которая уже годами сформирована. Ну, а мы продолжим с вами. Когда же он закончен? Ладно. Итак, первая масочка, которая у нас здесь есть, реально бюджетная, 49 рублей. Она выглядит вот так вот. Честно, я купила, но с этими масочками так и не пользовалась. У меня мама говорит, Ира, дай мне такую масочку, потому что я не пробовала, и я ей не успела передать. Это ее масочки. Ну, это, знаете, вот есть маски на любой кошелек. И нужно понимать, что чем дороже маска, тем дороже состав и тем больше эффект вы получите. От вот такой вот маски, ну, я считаю, что вот какого-то там супер бомбического эффекта ожидать не стоит, наверное, поэтому я ее не попробовала. Хотя, я не знаю, если вы пробовали эту масочку, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, мы договорились с вами. Я рассказываю о том эффекте, который я получила, и что мне понравилось, что не понравилось на самом деле. Вторая вот эта новиночку я реально ждала-ждала. Это спа-маска. Смотрите, приятно разогревает и распаривает кожу для лучшего проникновения питательных масел, помогает восстановить кожу после холодов, и аромат морского бриза расслабляет и успокаивает. Что здесь в составе? Экстракт морских водорослей каролина обладает антиоксидантными свойствами, отвечает за увлажнение, упругость, укрепление кожного барьера, масло канола и сладкого миндаля питает и смягчает кожу, а эфирное масло бергамота освежает и успокаивает. Да, конечно, я могла бы это вам выучить, но реально я текст беру всегда из тех источников, которые есть. Вот так вот она выглядит, масочка. Вся серия СПА мне невероятно нравится. Она просто бомбическая, космическая. И это вот я хотела попробовать сегодня ее с утра. Утром, когда я начала читать о составе, о том, я пожалела о том, что я вчера получила заказ, ее не использовала, потому что я на ночь себе запланировала в маском рафоне как раз-таки вот эту маску, увлажняющую, о ней еще поговорим, да, и, а вот эта масочка, я так поняла, что лучше подойдет вечер, чтобы вы нанесли эту масочку, потом нанесли, например, после этого, смотрите, здесь лучшего проникновения питательных масел. У нас есть вот такие вот масла, поэтому вначале я сделаю сегодня себе масочку, вот такую разогревающую, и потом на ночь нанесу масло. И в моем бьюти-календаре как раз написано, что по пятницам я наношу ночные капсулы для лица, поэтому мой график бьюти-календаря не сдвигается по ощущениям. Давайте я вам расскажу. Ну, во-первых, она вот такой гелеобразной текстуры, аромат точно такой же, как все серии, которые у нас есть, и вы сразу чувствуете теплый эффект. Ощущение, когда вы наносите мед. Бывает такое, что вот какая-то вот реакция, и тепло становится. Я бы не сказала, что это сжет кожу, здесь нету никакого перца, нет, ну вот такая теплая, я даже не знаю, на сколько градусов, вот как вы руки мойте под теплой водой, такой, знаете, чуть-чуть погорячее, но не кипяток. Вот ощущение эффекта, ощущение тепла есть. Ну, аромат великолепный. Кстати, по поводу рук я сразу вспомнила, где моя маска. Кстати, по поводу этого аромата, я наслаждалась этим ароматом сегодня ночью, когда нанесла вот эту масочку, и далее у нас есть маска для рук. Раз в неделю я ее наношу, маска ночная для лица на Вэйдж, и маска для рук, это у меня уже идет сформированная привычка. Я чуть-чуть сдвинула, правда, немножечко свой график, но вот эффект очень приятный. Смыла маску на руках, вот так вот выглядит маска для рук, с таким же ароматом, одновременно достала вот такое вот масло для ресничек, кондиционер ухаживающий. Я им восстановила свои реснички, потому что уже не наращивала какое-то время. Так сменился у меня мастер, и мастер был неудачный, поэтому сейчас я со своими пока ресничками. Не знаю, буду ли летом наращивать вообще. Вот, и поэтому у меня в определенный день также написано, когда я наношу кондиционер, чтобы не забыть. И я всегда также подсматриваю свой график, бьюти, календарь. Следующая страница – это тканевые маски. Это реальный тренд, хит. Практически уже каждая компания их выпускает. Они выглядят вот так. Каждую неделю по средам у меня стоит тканевая масочка. Это моего типа кожи. Мне не нравится использовать тканевые маски утром, потому что когда я наношу макияж, вот какой-то дискомфорт, липкость. Моя кожа не до конца впитывает маски. Именно вот эту. Вот эта вот легче она мне заходит. Почему? Потому что у меня по текстуре кожа сама жирнючая. Если я наношу в вечер тканевую маску, все прекрасно, все ура, я наношу тканевую маску, и потом после этого вечером, конечно же, запечатываю это все ночным кремом в конце. То есть использую как больше вечерние процедуры. Я знаю, что есть люди, кому нравится наоборот наносить тканевую маску утром, восстановить кожу и потом уже делать какой-то макияж. Поэтому, пожалуйста, напишите, как вы ее лучше используете утром, вам она нравится или вечером. Помимо этих тканевых масок, я еще использую до конца свои китайские маски, которые уже вот лежат два года, и я их до конца реально не могу использовать, потому что по эффекту вот те, которые реально круто работают, и дорогущие маски, я их сразу, сразу я их использовала, они дают реальный эффект. Те, которые бюджетненькие маски, ну, ну, ну так, ни о чем, честно говоря. Ну, вот что-то увлажнение легкое есть. Поэтому вот те, которые бюджетные, они у меня остались, и вот скоро их нужно будет выкидывать, мне реально жалко. А вот эти вот реально дают эффекты, они крутые и мне нравятся. И я покупаю, покупаю, покупаю. Следующая страничка, ночная маска. Мне кажется, практически через каталог, через обзор, когда только появляются эти маски, я говорю, ребята, если вы не пробовали эту маску, то вы ничего не пробовали в Арифлэме, не знаете, какой реальный эффект. Это просто космическое, классное. Я сбилась со счета, сколько у меня этих масок было. Помимо этого, это любимейшая маска моего мужа. Когда что-то происходит, покраснение где-то, он говорит, дай свою волшебную масочку, особенно если кожа загорит, обгорит, красный нос, на ночь наносите, утром просыпаетесь, вы как огурчик, даже плечи, когда они обгорают, это все сразу прям выручалочка. Безумно-безумно люблю. По поводу вот этой вот лопаточки нанесения масок. Ну, по чесноку. Хотела вам ее показать, и она где-то валяется. Пару раз я нанесла, мне не нравится, как ей наносить. Я все-таки лучше мне пальчиками носить. Если я макияж наношу кисточками, и я не воспринимаю ничего, кроме всего профессиональных кистей, то лопаточка мне не зашла. Вам напишите в комментариях, и пожалуйста, пожалуйста, кто хоть раз пользовался вот этой масочкой, напишите комментарий внизу, потому что нас смотрят очень много новичков, ваших клиентов, кто хочет посмотреть, насколько продукт действительно работает, эффективен. Это моя самая наилюбимейшая маска в Reflay. А у вас? Конечно же, после вот этой маски, это реально как салон красоты, это интенсивная ночная маска, когда вы просыпаетесь через 8 часов, и вы видите, что ваша кожа разглаживается, происходит какое-то чудо. Если есть какая-то поездка, и какие-то кремчики, я пробники что-то беру, то эту маску я всегда беру, несмотря на то, что это вес, потому что без нее я реально обходиться не могу. А вот следующая маска, вот эта, это реально аквабомба. Вы ее наносите, чувствуете моментальное охлаждение, такой увлажняющий эффект бустера, ваша кожа разглаживается, в общем, она классная. Если стоя вы спите ночью, то здесь вы тоже чувствуете эффект. Мне она очень-очень нравится, и через, ну лучше всего, как это написано, 5, я рекомендую через 10 минут ее смывать. Все-таки побольше, чтобы она держалась на коже. Следующая маска, это маска детокс глины, с розовой глиной. Маска ее хватает очень-очень реально, она долго, она концентрированная. И у меня есть отдельный видеообзор, где я рассказываю подробно о компонентном составе, о том, сколько это стоит маска, процедура применения, какой она дает эффект. Но здесь очень важно. Этой маской вы можете сделать как вред, так и пользу. Ее нужно держать только 10 минут. Дальше, если она, как только чувствуете, что она переслохла, все, вы моментально бежите и смываете, либо увлажняете. Почему? Потому что сначала она дает вам макро-микронутриенты и тот эффект, а далее, когда она высыхает, она выбирает из кожи влагу и те же самые полезные, компоненты. Поэтому смотрите, начала подсыхать, корочка, не ждите, чтобы она пересохла. Ровно 10 минут, как написано, так и используйте эту маску. Эта маска офигенная, она бомбическая, особенно у тех, у кого комбинированная жирная кожа, у Гри, она немножко подсушивает кожу, она подлечивает кожу. Ее очень-очень сильно люблю. Есть такая знаменитая маска, как Глэм Глоу. После обзоров многих блогеров я ее попробовала, она такая маленькая, стоит вообще космических сумм и денег. И вот что-то есть общее, есть общая, та она серая маска, Глэм Глоу, и стоит там 5000 рублей, вот примерно такой объемчик. И это реально дорогие маски, это дорогой эффект. И вот такой эффект подсушивания, эффект, ну не знаю, мне кажется схожим. Может, да, Глэм Глоу, чувствую эффект круче, но, блин, ну и понимаете, да, сами понимаете, есть маска за 49 рублей, а есть маска за 779, и 300, и вот она стоит, да, сейчас, да, со скидкой хорошая. Эффект разный, эффект разный, поэтому у вас всегда должны быть бомбические маски, которые дают хороший эффект, ну и так немножечко побаловаться. Следующая, без фотошопа, глиняная маска в серии для молодежной кожи, и также, если у вас проблемная кожа, масочка с белой глиной. Маска очень классна тем, что она матирует кожу, она уменьшает черные точки, она борется с воспалениями кожи, она мне нравится, если выжать ее там уже половинку, но она так надутая, ей нужно пользоваться, вы наносите на 5 минут. До этого у нас была масочка 1-минутная, она у меня закончилась, тоже надо сдуть ее, а мне эта масочка нравится, без фотошопа. Очищающая маска с углем, и это реальный хит, она у меня закончилась, я буквально выжимала остатки, в ящике у меня лежит две новых маски про запас, потому что как только она появилась, она реально исчезла, и даже когда в каталоге она была со скидкой, ее просто не было. Это нашумевшая черная маска с углем, которая есть в разных компаниях, сравнивали с Reflame, многие говорят, что эта маска эффективнее, она реально крутая, вы снимаете и видите вот белые точки, как она вытягивает, ваши поры, очень-очень-очень нравится. Следующее направление это мульти маскинг, что это такое? Когда на определенную зону вы наносите определенную масочку, то есть наносите маску, которая у вас 15 минут, вот эта маска для сухой кожи, увлажняющая, возвращает ощущение комфорта, и потом вам остается 3 минутки, чтобы смыть, например, или за 5 минут до того, как смыть, вы наносите вот эту масочку скраб, и потом все смываете, получаете эффект для сухой кожи, там где нужно, и также Т-зона, которая у вас прорабатывается вот этой маской. И согласитесь, это реально бюджетные цены, натуральные масочки, Love Nature это как раз-таки масочки для бюджетного ухода, и в то же время, когда у вас есть эффект. Следующие это более бюджетный вариант тканевых масок, как Novage. Хотела вам показать эти масочки, потому что у меня их было много про запас. И сейчас посмотрела, а они у меня за мамой не покупают косметику. Своей маме косметику я дарю. Я дарю ее. Кто, если не мы, будет заботиться о наших родителей? Согласитесь? Я думаю, что ваша мама также вам дарит. У меня, например, мама затаривает меня какими-то консервами, лещи, еще что-то. У вас мама за это деньги берет? За то, что она готовит, мам, вкусняшки? Нет. Так вот я, то, что я там работаю, я дарю просто все, что есть, поэтому мама у меня, у нее уход, это то, что я ей собираю. Я всегда маму спрашиваю, есть ли у нее wellness, закончился ли wellness. Постоянно ей звоню. Мама, ты приняла wellness, ты пила wellness. И так далее. Почему? Потому что мне важно здоровье маме, особенно сейчас. Ну, по поводу wellness мы еще дойдем. И сейчас страничка у нас смузи-маски. Боже мой, как я хочу их побыстрее попробовать. Как это вкусно все пахнет. Девочки, кто был на бьюти-мероприятиях компании Арифлэйм, они уже получили свои вот такие вот масочки в подарок. Уже попробовали, а я еще не попробовала. Почему официальным обозревателем не закинули маски. На днях, на днях, наверное, может быть, сегодня буду мыть волосы, попробую, потом вам расскажу, какой эффект. Ну, а вы, если пробовали, расскажите, какая вам масочка больше зашла. После масок мы переходим плавненько к разделу ароматы и туда. Вот этот аромат, боже мой, я его реально ждала. Так расстроилась, что этот аромат сняли с производства. Это у меня третий флакончик, и я люблю безумно-безумно этот аромат. И написано, что снова в каталоге это также остается аромат ограниченного выпуска, поэтому я себе заказала еще два флакончика, помимо того, что у меня еще один про запас. Я женщина не постоянная в ароматах, мне нравятся новые-новые ароматы, но вот этот аромат это сто процентов мой, который я его, я его так полюбила. Ну и, конечно же, у нас очень-очень много ароматов, и когда мне говорят, Ирина, порекомендуй мне аромат такой-то, я говорю, я не могу вам рекомендовать аромат, потому что у меня даже у самой постоянная смена предпочтение ароматов. Сегодня мне нравится такой, через месяц мне нравится другой. Это нельзя так подстраивать, но если вы видите, особенно там мужской аромат, кстати, вот здесь как-то не видно, обычно у нас там, где мужские ароматы, на фотографиях модели мужчины. То есть, если вы видите, ваш суперок, любимый человек, которому хотите подарить аромат по типажу, примерно схож с этим человеком, примерно, то вы можете и посмотреть примерно по компонентному составу, и вы можете так, на вскидку заказывать. Так же, как и девушки, да, по аромату, с какой девушкой вы себя ассоциируете. На самом деле, пробники, это же копейки стоит, но возьмите себе, закажите пробники всех ароматов, и будьте каждый день разные. У нас шикарная акция, 249 рублей, парфюмированные спреи, если ароматы я могу как-то менять, то вот это, несомненно, мой самый-самый любимый аромат, Giordani Essenza, мне безумно нравится. Хотела показать, и у меня, представляете, лежит два флакончика, и они одновременно полупустые. Их оставляю специально для того, что есть у меня какая-то поездка, я беру вот такой же чуть-чуть полупустой флакончик, его использую, и там же в отеле оставляю, выкидываю. Поэтому полупустые вот такие вот я оставляю, и уже новым сейчас буду пользоваться. Хотя я даже не знаю, когда у нас будет ближайшая поездка. Следующей странице, и у нас акция. Тушь и карандаш по смешной цене для линейки Giordani 179 рублей. Вы можете заказать черный карандаш. 100% вам говорю, что черный карандаш Giordani, вообще вот эти карандаши Giordani, это вот наикрутейшие, наикрутейшие карандаши. У меня есть сравнение в бьюти-боксах очень крутых брендов. Как подарок мне давали лимитки, известных карандашей. Я хочу сказать, что они совершенно не уступают. И поэтому сейчас я заказала себе, и мне реально это было даже интереснее больше, чем новинка тушь Giordani. Потому что для себя я определила, что для моих ресничек лучше всего подходит тушь с золотистой упаковкой, с пушистой щеточкой. Так же, как и мой топчик, это вот такая тушь Tremendous. Я вчера ее достала, делала макияж, и прям при всех показала, что упаковка. Сняла, я реально делала зачистку туши. И вот сейчас время на карантине. Сделать зачистку, убрать, выкинуть всю свою старую косметику, просрочившуюся косметику. Помните, что тушь, это как банка с вареньем. Если даже срок годности написано до такого 2024 года, как вы ее только открыли, банка с вареньем 6 месяцев, и вы должны ее выкинуть. По поводу туши. Вот такая щеточка этой туши. Я жалею, что реально выкинул все туши, и там Giordani, чтобы сравнить щеточку. Мне кажется, она похожа, она одинаковая. Если бы взять по 10-бальной шкале, я бы отметила, наверное, ей 8 или 7. Почему? Потому что, почему? Мне нравятся пушистые больше щеточки. Мне кажется, они делают больше разделения. Здесь какой-то небольшой эффект таких вот паучьих лапок. Это не то, что они там склеивают. Нет, она хорошо разделяет. Но что-то вот такое, что мне хотелось. Я реально, я взяла потом вот эту тушь, немножечко прочесала. Она наносит хорошо. Она не сыпется. То есть, в принципе, тушь хорошая, достойная. Те, кто любит силиконовые щеточки, я думаю, тушь эту оценят. В этом каталоге мы видим со скидкой вот такую гель-вую подводку. Это моя любовь. Это моя любовь. Недавно открыла новую ее, потому что та была реально дотерта до дыр. Хоть и здесь написано, что срок годности после вскрытия 6 месяцев, я использовала обычный наш спрей для закрепления макияжа и разводила эту подводку. Она, вот она такая. Она крутейшая. Она черная. Вы не сможете сделать никаким карандашом вот такую форму. Это просто бомбически. Хотя, когда вы делаете карандашом, вы нанесли карандашом, потом кисточкой доведите, и вы можете сделать уголочек. Но карандаш, он не такой черный, как вот этот космический черный. И взгляд, и макияж, он совершенно по-другому играет. Люблю, люблю. Но минус. Нужно наловчиться, суметь сделать эту подводку, и она будет восхитительна. Адаптивная тональная основа. Мое впечатление. У меня их три флакона. Несмотря на то, что я сейчас не часто выходила куда, я интенсивно пользовалась этой тональной основой. Рука тянулась именно к ней. Какие плюсы, какие минусы. Все равно топ-топ у меня остается Giordani Gold тональная основа в стекле. Как-то она, мне кажется, самая для меня лучшая тональная основа. Эта же где-то на втором месте, на втором поделила между матирующей тональной основой. И вот у нас есть с линейки The One. Мне кажется, примерно она одинаковая. Но это мое субъективное мнение. У меня их три. Поэтому я не заказывала. Я реально хотела больше всего вот этот вот спонж. Чем, мне кажется, он отличается? Тем, что здесь пластмассовая такая вот штучечка нанесения. Такой хомячок, что я затарилась вот этими спонжами. Я каждый каталог открываю новый спонж и наношу. Потому что это гигиены. На следующей страничке у нас акции. И здесь бы я порекомендовала вам кремовый хайлайтер, если у вас его нет. Ну, думаю, рано или поздно нас разрешат нам выходить на улицу. Это да на загорелое тело, на загорелые ножки, декольте. У меня, знаете, часто спрашивают, ой, Ира, особенно когда я там делаю, так одену свой пуш-ап, тут такая грудь сразу появляется. Нет, я не сделала пластику, я просто пуш-ап вам сделаю. Здесь немножко отмечусь, все так блестит. ножки свои вот этим хайлайтером. И очень-очень крутое, роскошное сразу становится тело. Я знаю, под каждым видео вы спрашиваете, какая у меня помада. Сейчас мой топ-топ, это вот такая помада The One. Оттенок называется «Кофе с собой». Вот верхний оттенок. Она стоит сейчас 329 рублей. Чем она мне нравится? Ну, во-первых, не только мне, но и журнал Cosmopolitan ее выделил и сделал ее победителем. Сейчас уже отходит та мода, когда у вас нюдовые, матовые губы, и все-таки сейчас помады делают такие мягкие, чтобы были комфортные, чуть-чуть блеска, или специально на ту же матовую наносят помаду капельку блеска. Вот остальные оттеночки как-то у меня не прижились. Они, да, у меня есть, это 50 оттенков красного, как делает компания, но вот этот топ-топ-топ улучшается. Второй самый задаваемый вопрос, когда у меня нанесены губы вот этим оттенком, он называется «Пыльная роза». Это вот тот холодный, красивейший матовый оттенок, и помада стоит 299 рублей, и она выглядит на реальный люкс. Очень люблю. Как же я пропустила! Мне кажется, это будет реальный тренд-тренд. И все, у кого закончились лаки, ну-ка, сроченько обратитесь на вот эту страничку. И учиться делать маникюр, потому что когда нас выпустят, неизвестно. Следующая страничка – вот эти карандаши. Что хочу по ним сказать? Оттенки мне нравятся, здорово. Но я заметила, когда я прокрашиваю вот этими карандашами внутреннюю линию, я ощущаю на глазах дискомфорт. Вот что-то не очень, дискомфорт какой-то. Мне хочется быстрее смыть макияж. Когда я крашусь карандашами, даже внутри прокрашиваю линейки Джордани, этого дискомфорта нет. Вот этот карандаш. Сделала небольшой обзорчик. И, честно говоря, этот карандаш меня удивил. Всего стоит 145 рублей, но он крутой. Оттенок крутой. И сейчас брови прокрашены этим карандашом. И я хочу себе в следующем каталоге обязательно закажу еще темный оттенок. Посмотрю, как он, но он крутой. Протестируем с вами новиночку карандаш One Color. Равним с оттенками. Во-первых, что мне понравилось? Это четкая линия. Карандаш не крошится. И потон холодный. Очень понравился. До этого вышел вот такой, я считаю, что совершенно дурацкий карандаш, который мне не понравился. Белый непонятно подо что. Перламутровый ужасный оттенок. Это толстый, некрасивый. Плохо точится карандаш. И сравним с оттенком. А вот оттенок мне он понравился. Это единственное, что хорошее. Видите? То есть, в принципе, близко к оттенку, но здесь немножко сероватый потон. Это Giordani. То есть, вы видите, что-то среднее. Им был вот такой карандаш. Оставляю для сравнения. Вот это One Color. Giordani. Когда-то The One был. И вот этот вот двойной карандаш. Знаете, о чем жалею я? О том, что я заказала только один цвет. Это реально очень дешевая линейка. И давайте посмотрим, как будет на бровях. У меня сделан татуаж бровей. Несмотря на то, что есть татуаж, все равно я чуть-чуть, когда делаю акцент, яркий макияж, немножечко доделываю форму бровей, чтобы была более четкая. Вы видите, да? Давайте сравним две брови. Какая вам нравится больше? Мне нравится вот такая, больше заполненная бровь. А вам? Значит, на десятку. Ставлю десятку. Очень-очень классный карандаш. Мы переходим к разделу Wellness. Сейчас не побегу за трибиотиком. Вам показывала эти баночки, потому что у меня там муж спит. У нас обед. Вот. Вот это бомбический продукт. Во-первых, он нужен сейчас тем, что он круто поднимает иммунитет. Иммунитет сейчас нужно поднимать, ё-моё, как? Второе. Я реально пролечила свою кожу. У меня, да, какие-то есть чуть-чуть высыпания, но когда я начала пить пребиотип, никакие в сравнении какие-то косметические средства на меня так не работали. Кожа мне стала лучше намного, себя чувствовать намного лучше стала. Пребиотик почитайте. Отдельно видеообзор записывала. Это крутой продукт. В прошлом обзоре я вам рассказывала, насколько важно сейчас принимать витамины. В прошлом каталоге у меня заказ был 600 с лишним баллов. Только для себя. Только реально для себя, потому что я затарилась Wellness по полной. Ну, давайте с вами заглянем в будущее. В компании Арифлей нам сказали, что на 5-6-7 месяцев запасы продукции есть. Если ситуация в мире останется такой же, то будут проблемы с производством. Да, давайте логически думать. Это значит, что продукция Wellness рано или поздно будет заканчиваться, если не будет производства. Мы не знаем, что дальше будет в мире. Это вообще такая глобальная такая катастрофа. Пандемия идёт. Поэтому сейчас я дополнительно включаю ещё Wellness. Так, чтобы у меня были запасы. Я могу убрать вот эту косметику. У меня дофига остатков дома. Но мне важно здоровье моё, моей семьи и моих родителей. И точка. И только после этого я имею право брать всё остальное. Ну, вы меня понимаете. Поэтому у меня 600 баллов было лично продукцией Wellness большинство. Когда я сделала заказ, когда я увидела, что такая ситуация, я набрала у меня 10 астаксантинов. И сейчас я ещё заказала дополнительную Wellness Pack. До заказа у меня была заново подписка. Также витамины у меня дополнительно заказала. Потому что белок очень важен. Белок – это то, из чего строятся ваши клеточки. Как говорил Стикстен, утром, когда вы просыпаетесь, ночью проходят обменные процессы 300 миллиардов клеток. Ваша кровь пустая. И то, что вы едите за завтрак, макро-микронутриенты, это как раз-таки строительный белок, строительство ваших новых клеточек, иммунные системы, всего. То есть сейчас белок очень важен. Сейчас продукция Wellness – это просто реально жизненно необходимая продукция, которая поддержит ваш иммунитет, ваших близких. Гнозы учёных во всём мире, что рано или поздно мы переболеем. И то, что мы сейчас сидим на карантине, даёт возможность нам распределения инфицированных, чтобы людей лечить, чтобы людей была возможность подключения к аппаратам и так далее. Рано или поздно мы переболеем. Кто-то вообще не ощутит никакой эффект. Кто-то будет немножко подкашливать что-то. Кто-то будет у кого-то тяжёлая форма. Мы сейчас должны думать прежде всего о нашем иммунитете, нашим и также наших близких. Сейчас уже две недели, когда у меня мама не выходит из дома. Я ей продукты приношу. То есть так как я помладше, мы запрещаем ей выходить. Мама у меня встречает продукты в перчатках, в маске, потом всё перемывает. Продукты оставляет на три дня на балконе. Только после того, как отстояли, пакетик кладёт в холодильник, потому что все бактерии на упаковке, то, что трогали, остаются трое суток. Это сейчас информация. Это из Испании. Нам говорили Илья и Марина Перфилевы. Это очень-очень важно. Поэтому если яблоки, вы покупаете фрукты, оставляйте всё это в пакетах на три дня. Только после этого вы их открываете, моете. Маме я сейчас ношу wellness до того, чтобы она была здоровая. У меня, к сожалению, папы нет. Он умер от рака лёгких. И, конечно же, генетически у меня есть предрасположенность такая, так же, как и у моего брата. У моей мамы астма в очень тяжёлой форме, когда аллергия идёт. Но она говорит одно, что «Ира, когда ты меня заставляешь пить витамины, когда я пью витамины, я чувствую себя круче, здоровее, лучше». И у неё сейчас эти годы астма пришла просто в аллергии. У неё нет такого сильного. Когда я была ещё в Омске, далеко, я не могла постоянно покупать. Она так периодически пила витамины. Она чувствовала, что астма и вот эта вот аллергия, которая у нас на амброзию, она проходит более такой вот в сложной форме. И сейчас важная новость такая, что Life Plus, вот этот набор, который содержит пищевой дневник. Реально, ребята, нам сейчас нужно думать о нашем питании, когда снимут карантин, чтобы мы не были толстыми и жирными. Что в состав входит? Если вы ещё не видели, это Wellness Cocktail, Wellness Pack и Shaker. Очень удобно. Раньше вы могли заказывать только сертифицированное СПО, либо ваш топ-лидер мог быть сертифицированным тренером. Сейчас вы можете с любой доставкой заказать Life Plus. Это очень выгодно, когда три каталога вы берёте и четвёртый идёт в подарок. Первый каталог вы получаете в коробочке, а второй, как я вам показала, просто отдельно, витаминки и коктейль отдельно. Шекер и дневник вам идёт в подарок. Это очень важно. И вот, это только часть астаксантина, которая у меня сейчас поместилась в руках, несмотря на то, что у меня есть ещё на кухне, ещё маме я относила. Ребята, вот кто-то сейчас бегает за лимончиком, кто-то сейчас за баснословные деньги покупает имбирь, я же вам рекомендую астаксантин. По официальным данным, астаксантин является самым мощным антиоксидантом в мире. И существует только две компании, кто производит этот антиоксидант. Мы также этот антиоксидант покупаем у той компании, которая его производит. Но компания его Арифлейн, в отличие от других, продаёт его по очень демократичным ценам. И Ольга Григорян, я сейчас не буду говорить, кто это, загуглите, рекомендует астаксантин сейчас принимать через каждые 4 часа, потому что он с мочой выводится. То есть, если, например, завтрак у вас идёт в wellness pack, то в обед у вас идёт астаксантин и в вечер астаксантин. Если вы чувствуете, что вам очень плохо и в вашей семье, то вы принимаете по две капсулы и на завтрак, и на обед, и на ужин. Детям также можно давать астаксантин. Каждый день в обычной жизни не стоит. Но если вы чувствуете, что ребёнок заболевает, либо в поддержку иммунитета, вы дополнительно даёте астаксантин. По поводу рекомендаций для деток я точно не знаю. Давайте, если вы знаете, и если вы знаете, например, то, что говорила Ольга Григорян или кто-то, пожалуйста, напишите в комментариях. Я переду информацию, которую услышала от Ильи Марина Перфилева. Это мои топ-лидеры вышестоящие. Они получили информацию от Ольги Григорян. Сейчас я своей дочери даю с утра астаксантин одну витаминку, либо чередую через день, когда-то ещё завтрак и в обедах астаксантин. Сейчас нам надо поддерживать наш иммунитет. Не знаю, как вас. Все вокруг у нас чихают, кашляют. Что это такое? У нас ещё идёт цветение вовсю в Краснодарском крае. Также это хлорка. Я подкашливаю. Я уже боюсь, что да как. Но вот недавно я специально сходила, сдала анализы. Анализы, слава богу, показывают, что всё хорошо. Обычно анализы, общие анализы моча, кровь. Мне наоборот сказали, что у тебя анализы такие, что в космос можно полететь. Зашкаливает гемоглобин 133, соя минимальная. То есть всё говорит, воспалений никаких нет. Но есть плюсики, где видно, что у тебя включился иммунитет, работает на что-то. Что конкретно? Это идёт вирус сейчас, я кашляю что-то где-то. Либо это аллергическое. То есть я не знаю. В общем, ребята, я вам всем желаю здоровья. И ещё. Когда я получаю заказ свой. Смотрите, вот у нас такой есть спрей у мужа. Также, как и получаю доставку на дом продукции. Я, муж точнее, залил какую-то пропорцию с домесосом, с хлоркой. И он опрыскивает. Можно мыть, и он опрыскивает. Также опрыскивает дверные ручки. Мобильный телефон, чтобы потом протереть. Ключи. Кроме того, у меня вот сейчас закончился вот такой вот спрей. Так как сейчас нет у нас в аптеках спирта. Я какой-то купила 60% спирт, настойку чего-то там. Я буду заливать вот сюда. Также можно хлоргексидин. Заливать такой спрей. И также прыскать руки. Потому что хлорка, хлорка это делать нельзя. И вот знаете, я ощутила, что постоянно я мою руки, мою руки, мою руки. Я чувствую, как моя кожа сохнет. Поэтому как никогда сейчас актуальны маски для рук и крема. Потому что если вы можете сделать какую-то подтяжку на лице, там и биоверитализацию, какие-то процедуры, то с руками вы ничего потом сделать не сможете. Вторая страница дальше. Мы переходим к разряду. Ну, не совсем актуальной темы. Темы отпуска, защита семьи. Я думаю, что максимум, что мы можем, наверное, провести наше лето, наверное, на даче, не где-то. Вам обязательно понадобятся солнцезащитные серии. Я сразу вспомнила, у нас, когда был аппарат успеха, у нас есть в команде женщина, у которой рак кожи. И когда я говорила про новинки, я сейчас не буду говорить, кто вот, она потом сама скажет, сейчас лечится. И говорит, девочки, девочки, я вас умоляю, пользуйтесь солнцезащитными средствами. Ну, в общем, вот так вот неприятно. Это важно, это важно. По поводу того, что у нас была вот такая серия, да, помните, и я сравнила. Несмотря на то, что SPF 30, а мы знаем, что чем сильнее SPF, тем, знаете, жирнее, жирнее средство. И если я то средство наносила, оно мне было, ну, для рук, да, там, оно было немножко мне дискомфортно, оно утяжеляло, да. То есть, в принципе, когда ты на пляже нанес, искупался, нанес, искупался, это комфортно. Вот эта текстура, она более приятна. Здесь сильнее SPF, и нету такой жирности, такой липкости. И как нам говорили, что песочек не будет приклеиваться. И когда я реально нанесла на одну сторону руки вот этот, на вторую, то я ощутила, что то средство более липкое. Поэтому хочу сказать, что эта текстура, она легче, она легче, приятнее. И мне понравилось больше. Что обязательно скажу в следующем каталоге, так это вот это средство. Ребята, это желе для лица после загара. Я думаю, что это будет такой охлаждающий эффект. У нас когда-то было средство после загара такое, и все говорили, когда, когда, почему его нет? Ну, в общем, я в предвкушении ледниковой вода. Экстракт мороженое увлажняет и освежает кожу, понижая температуру на 2 градуса. Я хочу. Из геля для душа серии вот этой. Мне нравится больше всего лавандовый. У меня закончился. Я это заказала так же, как и с шампунем, с крапивой. Он мне реально зашел в дочке Маришке. Больше всего заказала. У нас по смешной цене. Всего за 99 рублей на 80 рублей зубные пасты. Заказала себе две. И у меня есть еще прозвольные. А в последнем заказе своего каталога я себе заказала реальный запас. Там 10 мыл. Продукт. И впервые я не заказывала крем по уходу за лицом. Я не заказывала ничего. Я заказала вот этот гель с 50% скидкой. И я сделала заказ, как компания объявила. Вот эти гели с очень глубокой скидкой, по-моему, 68%. Сейчас очень многие наживаются на карантине, на кризисе. Бель стоит 350 рублей. Еще вечером я хотела купить. Ей это купить на следующий день. Он стоит 5 тысяч рублей. Баллы за 137. До этого он был 100 рублей лимонный. Сейчас в Краснодаре лимонный 500 рублей. Страшно. Ребята, это страшно. Компания Арифлейн, зная, что такая ситуация, она вот это делает, там до 68% скидка. Кусочек мыла за рубль вкладывается. Она вложила все мыло для рук. Я купила коробками, сделала скидку на стоксантин, на витамины скидка. Ребята, компания Арифлейн не хочет наживаться на людях, которые болеют, у которых горе. Она максимально сейчас, наоборот, нам делает скидки, акции, чтобы мы покупали, несмотря на то, что это ей в убыток. Вот в какой компании я работаю. И я горжусь, что я сотрудничаю с компанией Арифлейн. И, ребята, если вы сейчас еще рассматриваете дополнительные источники дохода, сейчас настало именно то время, когда надо присоединяться. И мы сейчас реально командой фигачим, фигачим, рекрутируем. Приходит очень много новичков, потому что сейчас именно то время, когда карантин закончится, когда все, у вас уже будет большая команда. Вы пройдете бесплатную систему обучения от компании Арифлейн. Она не берет с вас денег. Не берет. Она не хочет наживаться на горе людей. В общем, ребята, я вас жду в своей команде. Либо, ребята, напишите вашим лидерам, топ-лидерам, потому что настало то время, когда нужно использовать этот шанс. Будьте здоровы и будьте счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!